Выбрать бухгалтеров или выгонять оставшихся. Кто докладывает? Алёк, бухгалтерам у вас есть? Ну как же, ему поручение давало же? Ну докладывайте. А кто же будет решать? Ясно. Мы обсуждали по поводу, сегодня мы собрались по поводу отделения. И надо просто на совещаниях слушать. В понедельник я говорил по поводу лишних бухгалтеров. Правильно? Пять отомников? Пять отомницей. Где côтошки? Мы зачем сегодня? Все получили электрон? там конкретно был табальное mamy? Все готовы по этому вопросу или нет? Кто не готов по этому вопросу разговаривать? Кто не готов по этому вопросу разговаривать? потому что я буду сейчас приглашать докладываю. Ну из них желательно докладывайте что вы хотите. У нас возникла проблема с бухгалтерами, то есть У нас возникла проблема с бухгалтерами на многих отделениях. Это проблема мы знаем. Как Вы собираетесь ее решать? Конкретно рассматривая каждое отделение мы все отвечали. Как Вы собираетесь ее решать для всех? Для Вашего отделения никто решать ничего не будет. Как мы будем ее решать? Я предлагаю вести третьего бухгалтера. А чего Вы так предлагаете? Я о Вас не говорю. Я говорю, мы собрались решать для всех. Ну говорите для всех. У бухгалтеров на своем отделении я сделал так. Они работают у меня по полдня, то есть как и положено 8 часов, ну если надо там задерживаются. На отделениях где слишком много работы я предлагаю вести третьего бухгалтера. Как определить самое главное слишком много или слишком мало работы? по количеству платежей проходящих... Да, ничего абсолютно не означает, вдвоем говорить не можем. Это что-то новое. Я не могу, извините, сделать вторую проблему. Вы чего? Или Вы себя слушаете, или Вы, если не ориентируетесь, я не знаю, как попали. Мы говорим, что самое главное и есть проблема. Сколько там считать платежек, как нам решить для всех. Вы готовы говорить, как для всех решить? Говори. Значит, среднее количество платежей, которые может обработать бухгалтер, это 57. Это совершенно непоказательно, потому что есть мнение о том, что разные бывают вот за жизнь. Одни быстрые, другие мелкие. Как? Да. Есть сумма, которая проходит с нас. Да. И как же вопрос решить для всех? Кто знает, как этот вопрос решить для всех? Можно я? Да. И тогда не идите на совещание, если вы не знаете, о чем разговор. Чего это прикольно? Ну, почему я знаю. Ну, говорите всем, как решать вопросы. Я предложил свой вариант. Ну, давайте свой. Давайте обсуждать, какой свой. Зависимость я от количества. Это идиоты мне предложили, и это не прошло. Поэтому я собрал совещание. И всем написал, да? Ну, что вы, повторяете, что ненормально написали, или да? Вот вам оппонирует Ирина Николаевна, говорит, что этого недостаточно для решения этого вопроса. Как решать его? Они справляются. Кто справляются? С количеством платежей. Если определить количество платежей необходимых, с которыми можно справиться в уголоках. Работа идёт. Значит, никого не надо договорить? Лично мне вообще не надо. У меня два бухгалтера. Вы зачем сюда пришли сегодня? Чтобы обсудить общую проблему. Говорите, как её решать. Значит, каждый должен сказать, нужный мне бухгалтер или нет. Никогда так не будет. Это что, я буду сейчас, у нас будет 300 отделений, я с каждым идиотом буду говорить, который двух слов задать не может? Или как? Ну и говорите, как всем решать. Вы же директор. Да. Ну, привет, я слушаю. Или говорите с мозгами напряжённое. Да? Пусть все слушаются. Нет, правильно. Вы-то говорите. А что же делать? Я что, за вас должен это решать? Говорите, как решать. Вы же все подготовились. Угу. Пожалуйста. Или запишем личное отдело напряжённое. У меня это решение есть, а у вас нет. Давайте. Ну, я настаиваю на своём направлении ввести третьего бухгалтера. Значит, вы настаиваете на том, что по количеству платежей вводить третьего бухгалтера. Да? Да. Вот то, что мы определили в приказе. Там сколько платежей? 65. Как или мы, Николаевна, можем выразить? Ну, что платежи бывают разные. Разные. Какие бывают? Это платежи, которые... Разные платежи. И они занимают разное количество. Ооо. Это, например, какие? Ну, например, какие? Ну, иногда сдают выручку. Да. Это тоже платеж, да. И тогда кассет перерабатывает там. А сколько вот самый небольшой во времени платеж? Какой бывает там? Мы говорим о бухгалтере. А, всех. А, всех. А бухгалтер? И все это для бухгалтера. А, вы должны сделать чтоל. Бухгалтеру мы говорили... Мы говорили сейчас... Ира, я раздутся solve. Давай. Мы говорим о чем? О бухгалтере. А для бухгалтера все операции одинаково говорим? Для бухгалтера состоятся... Немного не Convencock. подождите, мы говорим сейчас, а не о вестерсах, мы сейчас и говорим о платежах, о ком мы сейчас говорим? о бухгалтерах да, для бухгалтера вот эти все операции одинаковые по времени или разные? у бухгалтера несколько есть работы делятся есть вестерньюнин, это то, что занимает много времени на разные отделения до 20 минут а другие? есть отделения, на которых стоит очередь по высоте учебники на водаре а есть операции, сколько занимает? а есть операции, которые занимают 5 минут 5 минут у кого есть калькулятор? если 5 минут он умножить на 68 платежей, это сколько получается? 340 сколько это часов? 6 часов а 2 часа будет гулять этот город а крючокайстер 5 отчетов прибыль, чтобы не терять Ильин Михайлович, тут нельзя судить только по платежам у бухгалтера много другой работы это письма печатать, готовить отчеты это информация требует очень много времени то есть 68 платежей вводим нового бухгалтера если 5 минут, то 68 платежей 3 часа но не только операции платежей это может быть заключение договора спасибо можно я туда выгляду давай, выходите садите вдвоем разговаривайте со мной, это новость как это вы у меня проскочили при двойном разговаривании у нас после указания проведены статистические исследования работы бухгалтера за июль месяц в логерове по двум направлениям значит по количеству документов и по временным показателям например если взять второе число у нас в приказе данной струкции написано 68 платежей новые еще раз повторяю по количеству документов обороты и по временным показателям обработки этих документов я только один день возьму а потом в среднестатистические месяцы 2 июля обработано 126 платежек 4 договора на 126 платежек ушло на каждый документ 3-5 минут договоров депозитных 4, 5-8 минуты на 1 договор значит отчетов 14 а что за отчет? это вы их заставляете за себя писать? нет бухгалтер шурует начиная от коммунального и заканчивая всеми остальными себе пост 4 выплаты вестерн 5 выплат 10-15 минут на каждый вестерн обслужено 15 юридических лиц ну зачем нам это все? ну и что так? я сейчас скажу я все скажу на каждое юридическое лицо от 2 до 15 минут значит обслужено 3-4 физических лица и на обработку электронной почты значит 9 раз туда-сюда до 20 минут значит на выполнение среднего количества операций за среднее время необходимо в общей сложности 18 часов 40 минут то есть по 9-20 минут на каждого бухгалтера ежедневно а кроме того полтора рабочего в субботу и воскресенье по 8 часов продолжительность рабочего времени каждого бухгалтера в неделю вставляет более 54 часов отсюда соответственно встает вопрос о том что эту проблему надо решать ну вы же ее решили приказом 63 платежа новый бухгалтер да но временные показатели бухгалтер бегает от одного стола к другому так что вы хотите предложить? ну 63 уже мало что ли? или много? не только 63 надо считать надо считать и временные показатели качество документов у кого более 63 документа в день и нет бухгалтера? да но это разные инструменты вестерн это одно депозит это другое а прием платежки это три ну хорошо вы это в справочном режиме доложили но что делать не дальше? значит определиться среднестатистические данные по времени давайте по каждому по каждому бухгалтерскому документу определим сколько нужно времени для его обработки да и тогда введем это в инструкции да но написать ее придется вам а не мне я же не уже что буду писать во всем случае так оно как бы вы сообщаете мне а кто писать то это будет? давайте а у кого сейчас больше 63 документов и мы не даем бухгалтерам? есть такие? ну есть два, но просто режим нашей работы он сам предусмотрел у кого бухгалтеров? ну можно я доложу почему эти приказы не работают? да потому что я его остановил документов или платежей? это же разные вещи документы 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 лицевые счеты вот вся проблема в том что у нас удлиненные рабочие деньги да получается только у директоров отделения бухгалтер тоже работает бухгалтер тоже работает не надо им работать а как мы же уже до восьми работаем ну и что? 8 часов надо работать тогда не по графику они по графику работают да тогда не получается среднее количество просто они там работают 3 дня 3 дня отдыхают ну вот 8 часов должно выходить в среднем это же не каторг в день не получается в день? не невозможно в 9 приходят в 9 уходят ну 12 часов у нас есть один и тот же бухгалтер может работать разное количество документов конечно это зависит от опыта бухгалтера от того как он умеет работать иногда пласят бухгалтера там 3-го где может работать один и там где работают мы новых бухгалтеров нигде не родимых нет в природе мы берем с улицы мы сами все берут бухгалтеров мы же в улице набираем у нас нас сменит один бухгалтер один и он обрабатывает параллельно и вестерн и юридическое лицо и депозитная вкладка и депозитная вкладка это очень я в общем речь веду и он делает отчеты по коммунальным платежам если нужно взять лишнего человека я за вас прошу и мы берем лишнего человека нет я говорю надо подойти к этому вопросу объективно не субъективно а объективно только объективно вот господин Горкошко нам объективно по рабочему дню значит с 9 до 20 по пятницу это 11 часов 5 дней 15 часов ого невозможно с 9 до 20 ну пускай будет не надо не пускай пока так считать 9 до 21 мы идем по режиму работы отделения на субботу с 10 до 18 это 16 часов всего получается 71 час ничего себе если на отделении два бухгалтера делим на два ну там около часа получается по 36 часов так они два работают вместе чтобы покрыть и получается поскольку у бухгалтера 40 часовая рабочая неделя то один бухгалтер постоянно в отделении стоит а второй допустим отдыхает то есть они вдвоем реально не присутствуют получается вместо 2 на 4 и поскольку каждый по приказу 63 документа должно быть обрабатываться реально если средневной оборот 126 то он один бухгалтер тащит двойную нагрузку да и получается переработать каждый работает за двоих я предлагаю если есть 126 в отделении то вводить третьего который будет работать с 9 до 18 в 5 недель и будет снимать вот эту перезагрузку а если 100 а если 100 например если меньше 100 то должно определяться или директор должен работать чтобы перешли а если может действительно дать там еще по одному бухгалтеру ну бог сниму все равно платежей будет больше ну и пусть он там болтается мы его хоть научим а да и тем более у нас бухгалтер ну затраты сумасшедшие нам же хоть воспитать надо еще один у нас бухгалтер оставаясь один он должен произвести все операции юридических лиц обслуживать и физиков все одновременно то есть это должен быть универсал который все это делает я предлагаю вводить третьего бухгалтера при таком документообороте который будет обслуживать исключительно юридических лиц с 9 до 18 а остальные будут по смену почему именно при таком они больше 63 ну раз мы приняли решение 63 уже есть приказ давайте его придерживаться не но дело в том что сотная точка все равно нужна вот тебе сказали сотные точки потому что просчитать для всех отделений это очень сложно на них больше вестерн идет на вторых меньше все дело в том что если у вас будет не 63 а 87 то этот бухгалтер уже будет перерабатывать все равно нужно вводить ну все равно 87 это же не двойная не два дня не два дня на полуторную на полуторную при том что говорила Ирина Николаевна совсем разное время занимают разные операции и если посмотреть в каком-то отделении работают с физиками с вестерн юнион там больше загрузка у бухгалтеров потому что больше времени занимают у него эти операции но это нельзя просчитать подводится допустим одно время допустим там две вестерн юнион одна пластиковая карточка в другом отделении мне кажется может быть да может прийти к тому что партнер я считаю что это самое универсальное где есть 126 вводить третьего уровня определить должен может быть бухгалтера который будет работать с физическими лициями ведь здесь бухгалтера тоже загружены но так как они разделены и мозги их не мечут от юриков к физикам может быть в больших отделениях где большая загрузка а взаимозаменяемые да но просто в течении дня понимать чтобы как-то были разделены если их разделить то у нас получится как в центральном банке они на депозитах ничего не делают бездельничают с утра до вечера я их там профессионально они были пригодны но просто чтобы знаете потоки разделить а то когда Юрий у него стоит Юрий какое решение принял я ничего вообще не понял может брать третьего бухгалтера и платить ему 3 месяца не больше чем 100 долларов потому что он ничего не знает и занимает чужое время а у нас есть бухгалтера подготовленные мы набираем нет тогда мы всем добавим по одному идиоту на 100 долларов да или что но мы там вообще ну пусть ходят что смотрят мне надо хотя бы можно потому что постоянно кому-то не хватает профессионалов я категорически должен чтобы на новое отделение ставить новых людей почему меня никто не слышит на старое отделение должны ставить что в конце концов делать давайте чтобы мы с этим закончили ну вот конкретно Игорь Николаевич предложил если больше 63 случаев до третьего вводить есть приказ это правильный вводит не что у него у него и будет много я это вот он не говорит, а это не говорит. Режим бухгалтера тащит 126 документов, если выделять. Такой кадр, на ту спину здесь 1-2. Такие не получаются. Вот по режиму оправдывали все. Он один, с 16 до 400 часов выполняет все операции, один. А должно быть два. Он пишет в служебе, идет снять. Чем он это мотивирует? Почему ему нужен человек? Если у него выделяет все нормально, с ним справляется один человек, мы собираемся здесь, поскольку вы не знаете зачем, мы собираемся здесь только для того, чтобы решать вопросы в целом для банка. Пусть мы даже попадем. Но при громадном банке решать каждый раз вопросы индивидуально, мы забодаемся. И каждого читать отчет, его аргументы, лучше мы лишнего бухгалтера ведем, чем будем с этим разбираться. Это мы уже проходили. Мы здесь собираемся именно для того, чтобы... И вы там собирались в какой-то воскресный день. Что вы там решали? Мы решали в поводу печати, которые директор уезжает сюда. Ну решили вы что-то или нет? А зачем мне служебку? Ну решайте. Я нет моего решения. Ну что же мы не решили-то? Стояли, стояли здесь, собирались в субботу. Ну хорошо. Что нам делать по этому приказу? Я прилавлю. Мое документ. Если 126 в средневной документе... Ты что, у меня есть приказ? Вводить... Нет. Одну строчку добавить, чтобы при достижении средневного 126 вводить третьего бухгалтера. Почему 126? 6 на 3 умножить на 2 и все. Зачем? Он что, на двоих должен работать? Нет. Ну так давайте... Давай больше не 63? Нет. Подождите. Давайте 100 примем. Нет. 63. Это на одного. Нормально? Так. Вводим приказ. Действие. Приказ. Нужно определиться по сумме платежей. Я считаю, что загрузка, ну полтора раза, это еще куда не шло. Сумми, Лена. Там же не сумми. Надо всем дать по бухгалтеру. Бухгалтеров не хватает, так же как директоров отделений. Нету бухгалтеров. Директоров отделений у нас с рот пробивают. Ну да, а бухгалтеров нету. Вообще нету нормального отделения. Ну слушай, собрать его и только 4 месяца. Пусть они 3 месяца, стажироваться и 2 месяца. Не надо стажироваться на отделениях, где идет работа. Да. Стажироваться и работа, где нет. Вот у меня есть данные по средневному документообороту для каждого отделения. Там все цифры есть. Только на бухгалтеров и нахуй. А почему никто не горит? Ну вот хорошо. День, день, день. Тише можно? Если в аграрном за день в среднем 90 платежей тут. Правильно? Сколько вам нужно бухгалтеров? У меня два. У вас два постоянно работают? У меня режим другой. Меня нельзя брать, например. У меня с 9 до 6? У меня с 9 до 6, да. То есть там переработки не получают? Ну отлично. А вот центрально посмотри нас. Вот возьмите. Где? Я не вижу. Центрально. 106. Непровская. Вот 106? Да. Но это вы берете одни платежи, а другие вы же не берете. Вестерн, СПППОС и все. Все. Все документы? Нет. Все документы? Нет. О контроле, отправке коммунальных платежей, о сверхконкассе, которые они делают. Это тоже надо брать. Только что же время? Одно и другую. Там все документы? Нет. Что что, через Аперу проходит? Оно у них есть. Да. А через Аперу? А то, что он делает двойном, тройном экземпляре эти документы. Тот же самый депозитный документ. Да. Ну, все документы, да. 14. Извините. Да. Вот, а что вы хотите хотите? Да. Что не нужно на вас. Тогда не надо на меня. Да. Что не нужно на вас. А остальное? Да. На меня не надо, да. У кого очередь? Так. Давайте сделаем так. Смотрите. Раз вам нравится мучить своих гуглокеров, у меня времени на это нет. Я ввожу, не надо на меня служебку изменить приказ, да? Сразу автоматом вводится, не надо служебки. Если хотите решить этот вопрос, будете без бухгалтеров до тех пор, пока не инициируете встречу с одним из замысленных председателей управления и здесь страдаете, пока вы инструкцию не разводитесь. И то же самое нам надо сделать по печатям. Значит, по печатям ничего не решили. По печатям было такое предложение? По печатям было такое предложение, чтобы сделать бухгалтерам, которые находятся на отделении, вторую печать, которая будет действительно только для депозитных договоров, договоров на сдачу индивидуальных сейфов, ну вот на те пять операций, которые исключительно только на эти пять операций. Тогда у нас не будет проблемы. Директор не должен оставлять свою печать, которую можно поставить на всех остальных документах. Плюс у нас не будет проблемы, там, передал, не передал. Ну хорошо, готовьте тогда приказ. Не доверяйте. Не доверяйте. Тогда я согласен, готовьте приказ или инструкцию. Плюс в этом приказе на каждого, кому вы печать хотите дать, вам придется написать представление. Ну, директорам отделения. Да, директорам отделения. Да. Дело в том, что бухгалтерам работают по смене один и другой, то есть это нужно на обоих, потому что они же одновременно не будут. Вот как раз бухгалтерам это с тобой могут передавать. А право? А право? А право подписи. Это внутренняя доверенность. Я могу давать его всем. Так что мы будем всем давать доверять? А когда уже нет? Да. Если мы будем всем давать, это меня. Это гороупы, да? Разрешите, пожалуйста. Почему бы нам эти две проблемы не объединить вас? То есть у нас есть проблема, что бухгалтер не имеет права ставить печать. То есть, получается, мы можем объединить, ввести должность бухгалтера замдиректора. Соответственно, он будет работать по графику, который предложил Игорь Николаевич с 9 до 6 вечера. Это вот как у Татьяны Георгиевны, да? Я не знаю, как у Татьяны Георгиевны. Как у вас? У меня, в печати, у меня действительно есть замы, мы с ней, так сказать. А где мы возьмем этих замов? Ну, во-первых, возникает, возникает проблема в чем? Что же этот человек будет иметь, да? Да, у меня надо. Замы имеют контрольную подпись, а бухгалтер исполнительскую. Мы нарушаем все инструкции над банком. Нет, нет. Нельзя этого делать, понимаете? Тут проблема в чем состоит. То есть нам нужно вводить должность третьего бухгалтера. Правильно? И в тот же момент нужно вводить должность зама. Вот. То есть тот бухгалтер, который будет исполнять должность зама, он не будет, он будет ввести определенный перечень работы бухгалтера. Бухгалтерской. И часть работы будет нести... Каждый бухгалтер имеет право подписи на конкретный вид документов. Правильно? Так вы ему дадите подпись только подписывать депозитные договора, а у него два человека придет. И что? Он будет остальное время делать. Да. И он будет сидеть зам. Вы не можете так делать. Представляешь, будет сидеть зам и ждать... Конечно. А ему нужна подпись исполнителя. Нам нужен сейчас бухгалтер третий. Зачем? Ну, я не знаю, зачем тебе это. Хороший вопрос. Понимаете? Что люди у тебя работают за 11-летие. Это ненормально. И все. Я ничего не понял. Я не знаю, что мне дальше делать и что это будет решать. И парализованно. Леонид Михайлович, вам доложили ситуацию, которая сейчас с этими печатями? Ну, реально. Вот сейчас мы будем доверенности бухгалтерам, какие-то движения. А что сейчас? Вот в чем у нас сейчас... Вот была, так сказать, была разработана определенный алгоритм. Ну, давно достаточно. Полтора года назад. И был там, что печать ставит бухгалтер, ему остается на выходные. Потом директор подписывает внутренний экземпляр банка. Вот такая была разработана. Она может быть неправильная, но может быть с точки зрения посмотреть на это пусть юристы отработают. И мы посмотрим какие риски в этой ситуации. Такая подпись же на договоре надо поставить при клиенте. Да. Ну, понимаете, он ставил, получал бухгалтер, ставил подпись на договоре и ставил печать. Приходит умный клиент и говорит, приходит умный клиент и говорит, покажите мне документ, на основании которого вы ставите подпись на договоре. Я вообще считаю, что за. Мы признаем, выдаем доверенность. Это решаемая. Конечно. Но нет, это за. Доверенность все-таки нужно. Доверенность никому не нужна. По согласному гражданскому праву, если я признаю, вот случайно мимо проходил дворник и подписал депозитный договор, я его признаю, это не проблема. Моему доверенности не надо. Это глупость из доверенности. Вот скажите, сколько времени директор находится в отделении в течение дня? Скажите мне, пожалуйста. Я точно знаю, что у нас отделение без директоров с утра до ночи. Потому что эти директора все находятся или в головном банке, или еще где-то. Я считаю, что не может отделение оставаться без хозяина. И что делать? Ну, дальше что? Значит, у нас будет группа. Эти замы должны учиться суть точно так же, как директора. И обязательно. Ну, тогда у нас проблема решена. Вот замы, да? Которые будут сидеть на отделении. Все ставить код и отвечать за работу отделения за протяжение дня. За протяжение дня. Ожидание в субботу-воскресенье мы уже как-то утрясем. Так это же тоже вопрос, который... Вот замы берем. Ну, мы субботу-воскресенье утрясем. И замы берем. У нас отделение находится на помещении кассира и бухгалтера в течение... Так, хорошо. У кого есть предложение по организационному решению этого вопроса? И по печати? Ну, имеется в виду по приказу, по инструкции. Как это сделать, чтобы вы быстрее ее... Алина Михайлович, можно я скажу еще? Значит, если сейчас на печати находится у директора, бухгалтер отпечатает договор депозитный, у нас операция разделена. Один напечатал, печатал другого. То есть, как бы, ну, условно, уйти в сговор сложнее. Один напечатал, второй поставил печатать. Контролируется вопрос. Есть приходные кассовые документы. Если печатать остается у бухгалтера, как бы, если это жулик, он взял и расчетал договор и поставил печать. И мы его будем все признавать. Тоже вопрос. Да? Хоть это суббота, хоть это воскресенье... Он там свою подпись поставил. Ну, все. И завтра он уехал в Америку, а на имя Иванова написал на миллион долларов депозитный договор. А Иванов, его друг, и отдал договор. Через полгода он приходит и говорит, дай мне миллион. А проблема в том, что он не должен носить деньги. Это проблема. Да, а ему не надо подпечатать документы. У него есть договор. Печать. И скажет через полгода, дайте мне мой миллион. А у бухгалтера сидит уже... Какая ситуация с директором? Нет, но директор у нас имеет доверие. Но директор не печатает договор. Почему? Он печатает бухгалтер. А почему? А почему не печатает? Он печатает точно печатание. Вообще-то у нас за бухгалтером, арм, один, второй, третий печатает. Печатать договор должен бухгалтер. А не директор. Ничего подобного. Бухгалтер может напечатать только документ. Кассовый, пожалуйста. Вот это бухгалтер. У него же программа... У бухгалтера программа дипозит. У бухгалтера у нас все программы. Это однозначно. А вот правоможность... А если мы все передаем на бухгалтера, у нас все будет неплохо. И печать, и договор, и программа... У нас не будет контрольный фонд. Должно быть два зама. Два зама, которые один будет жить и не работать. И они будут меняться. Они постоянно будут на отделении. У них будут печать. Должно быть два зама. Это самое нормальное решение проблемы. Два зама, которые будут ответственны. И которые будут контролировать подписи... И которые будут контролировать все договора. Два зама. И еще пить. Ну и что, как? Два зама. Бухгалтера. Да нет, ну два зама это уже... Ну вот так. Это решение проблемы два зама. Нет. А зачем еще один бухгалтер? Два зама и все. Два ответственных зама. А набирать владежки кто-то будет? Да. Бухгалтеры? Ну зам будет меняться. Один работает сегодня. Второй работает в заме. Или подвальник. Да нет. Но они должны быть всегда наделены. Утром и вечером. Нет. Ну да. Но есть еще одна идея, как бы, ну... Два зама сама. Не знаю, насколько она... Это печать, о которой мы говорим. Печать. Сделать и ее закрепить за кассиром. В этом случае... Секундочку, Ольга Юрьевна, можно... В этом случае что получается? Бухгалтер печатает договор. А кассир ставит печать на договоре. Только в том случае, когда он принял деньги. Опять мы разносим эту операцию. Пока он не принял деньги, он не поставит печать. А кроме депозитного договора я же еще... Ну хорошо. Даже если это... Ячейки депозитные. Он должен комиссионные взять 15 долларов. Да. Он не поставит до тех пор печать, пока он не возьмет 15 долларов комиссионных за депозитную ячейку. Договор... Чего у нас еще идет? Договор... На просчет на каждую службу. Все равно клиент должен нести 10 долларов в эквиваленте за то, что он открывает договор 26-20. 26-20. В текущий счет. Он должен. Пока он не внес комиссионные, все равно кассир не поставит эту печать. А если директор будет оставлять договоры с печатью, и они подключат по счету? Проблема. А бухгалтер будет подписывать? Или не бухгалтер, а замдиректора? Если вы понимаете, так это же... На депозитную ячейку надо пустые листы оставлять, потому что там договор печатается на пустых листах. И числая, фамилия. И числая, значит, надо внизу поставить подпись, что печатает. А мы сейчас будем типовую форму делать, да? На менте. Ну, а сумму, да. А сумму, да. А почему бухгалтер пишет какую же почту? Какую почту, да. Ты ставил депозитные договоры, то же самое. То есть, та же проблема. Надо разнести операцию на два человека, чтобы один печатал и готовил документы, а второй ставил печатку. Либо два замок. Ну, либо два замок. Которые будут работать... Да. Академия уже не может целый день работать каждый день. Да. Ну, это правильно. Пока. Директора нет у нас директора. Директора нет. А все время директора. Семьдесят процентов включения рабочей сегодня, он вечно приходит, читает свои витронные почты и пишет ответы на ваши вопросы. Ну, понедельник начнет. Опять же, я так понимаю, что все день нет. А директор один день не будет встречаться, будет прощаться у себя в отделении. Ну, какое чешение? Я считаю... Вот я сказал, я хочу. Почему? Потому что мы растем. Мы в любом случае растем. Мы не хуже работаем. Мы каждый день работаем больше и лучше. Этот замок, если мы сегодня не взять, он будет... Он просто... По программе сейчас будет больше, чем директор. Это замок. Потому что директор принимает, включите на кредиты. Да, мы тихо. Значит, такое что? У нас замок везде есть, да? Нет, далеко не знаю. Нет. Нет. Сейчас тажеров уже забрали. Постоянно их набирают. Ну и что? Да, директор должен работать. Ты как на время? Ты уходишь в 6 часов? Никто здесь не уходит в 6 часов. Ничего страшного. Потому что хочет быть директором. Подожди. Директор хочет получать процент от дохода. Значит, он должен работать, а не уходить в 6 часов. А никто не уходит в 6 часов? Нет. Я говорю о том, что в режиме не укладывается. Но не укладывается замы директора. Это невозможно. Замы директора обязательно должны. Это не должно касаться ни зама, ни директора. Это моё мнение. Может, не указываться? Да. Значит, у нас была одна проблема с платёжкой. Мы нашли решение от платёжки? Четыре года. Четыре года. Четыре года есть уже? Контролёр. Инструкция будет контролёр. А кто пишет? А кто пишет? А кто пишет? Попробуй. Попробуй. Да, на них ничего никто не пишет. Нет. На пироте они сел. Там уже совсем чуть-чуть осталось, они мне отдавали. Да, Попробуй ушла, вот пусть плевало на эту инструкцию. Значит, мне срочно нужна запишите инструкцию, которую она похоронила. Если убил вас задание? Я вам субботу приносил. Ваши начинства было. Ну да. Вы обложили, сказали, я прямое решение. Тогда напомните мне, немедленно об этом. Я не договорился. Значит, у нас четыре глаза не решено? Нет, у нас четыре глаза. Второе. При чате ставить на договора надо сделать тогда такое решение. Что один принимает договор, визирует. Ну там, кто принимает договор? Бухгалтер принимает. Бухгалтер принимает. Кассир должен поставить визу. Обязательно запишите. Кассир должен поставить визу перед тем, как... При получении денег. Перед тем, как поставить печать. Вот. Сейчас, подождите. Перед тем, как поставить печать. Вот. И только после этого этот договор попадает директору или его заместителю на подпись и на печать. Если нет ни директора, ни заместителя. Если нет ни директора, ни заместителя, такого быть не может. А в воскресенье, в субботу? Ничего. Но придет заместитель или директор. Полдня один, полдня один. Или водитель. Пока что везде немедленно ввести заместитель или директор. И вот эту процедуру мне бумажки изложить. Это очень бумажка. Аначе у нас беда будет. Вот-вот. Я не докажал, четырехлазов все равно требует присутствия фитбухгалтера. Все равно. Бухгалтера мы уже ввели, но 63 платежки введем. Ну что, предлагаю. Вести бухгалтера старшего бухгалтера на правах заместителя. Уже есть одно заместитель. То есть еще одного заместителя? Нет, нет. Вести бухгалтера, один из бухгалтеров старший на правах заместителя. И еще можно просто заместителя ввести. Тем самым выигрwoman одну должность, потому что человек совмещает при работе. Понятно. Бухгалтер не может приезжать, да? Определенные обязанности он совмещать может. Речь не идет о его подписи. Подумайте, вы не спешите говорить. Да, цифрально. Вы не спешите. Исполнитель за время оттуда билет. И он будет вести ответственность, все вот эти работы, все равно все проще. И он постоянно будет на работе. И четыре глаза уже будут полностью ложиться на него. Я думаю, что штат надо немедленно увеличивать. Глоктировать водить всем действительно придется нам, никуда нам не деться. Ну а здесь они будут гулять. Пусть гуляют. Вести у нас беда. Вы не понимаете, у нас беда. Вообще, уже сейчас беда. Сейчас похитят где-нибудь деньги и на этом все закончится. Вести везде бухгалтеров, бухгалтера-заместителя тогда действительно. И бухгалтера, ну это, и заместителя мы уже. Не нужно бухгалтера-заместителя. Старшего бухгалтера. Почему? Тогда два заместителя надо, чтобы выслать. Два заместителя, два заместителя. Одного бухгалтера, одного бухгалтера, да. И они будут иметь право подписи и печати, да, на договорах? В момент отсутствия интеллекта. Когда будет зам? Так два зама, можно говорить. Нет, ну один будет бухгалтером зам, а второй будет полетом зам. Так а когда вы скажете, мы договорачиваем его вести. Это не связано ни с добавлением, ничего, один и дать представление всем, на кого они считают сделать, возможно, заместителем бухгалтера. Нормально. Так какой выход? Два заместителя? Два заместителя. Два. Два заместителя менеджера? Я понял проблему, да. Два заместителя. Менеджер или... Нет, один менеджер. Хорошо, когда не будет менеджера, кто будет стоять? Бухгалтер стоит печать на депозитном договоре, да? Ты считаешь, что будет решить? Будет менеджер, не было решить. Так, теперь я хочу... Ну, мы решили. Значит, надо это в виде электронки быстрее достать, чтобы Фома там ничего не сделала, что нам делать в караул четырьмя глазами. Она никогда не способна ничего сделать, это надо ей поручать. Кому нам поручить? Четыре глаза. Как там вот что-то написано, что мы сфизировали уже. Четыре глаза было, было. Где нам было? И инструкция уже есть. Есть. Как водить, после какой суммы, все проще. Да, но потому, что одно расписание, но не отрегулировано. Да, вот что одно расписание, но не отрегулировано. Господи, это немедленно, немедленно. Потому что будет беда, там ничего хорошего. Значит, так. Забавь, это лучше, что оно не писано, я поповано, если защистим. Значит, на попуге за зелеными насаждениями, предлагающих территориально обособленных отделениям банка территории. Мы говорили, что настоящий бизнес начинается всегда с вывески. Вот когда вы едете, видите, что вывеска треновая, или буква отпала, это всегда плохой бизнес. И даже если там внутри хорошо, это только время. Потому что бизнес настоящий, это когда директор выглядит ухоженно и в чистой сорочке, вот, и от него не пахнет потом, вот, как будто он трудился в поле и только что пришел, вот, на отделение. И туфли у него не в рези, вот, и сам он побрит, вот, и все остальное. А бизнес, это наша, ну, вывеска, это у нас в одном отделении буква упала, и директор две недели согласовывает, в переписку вступил, как букву повесить. Это отказывается вешать, и две недели в отделение, отделение без букв, без буквы одной. Вот. То есть, неправок, что учился, а там, ну, без одной центральной буквы, вот, и висит. И для него это нормально. У нас есть еще газонные клумбы, значит, в южном отделении, это кто? О, попались мне. Газон и клумба в нормальном состоянии, молодец. Институтская. Ты не смейся. Засохла дрова на газоне, засыхают цветы на клумбе. Кто за тебя поливает? Нет, мне поливают там каждый день. Да, я тоже спрашивала. Там открыто получают... На замечание в вошелказанном состоянии прилегающей территории курьер ставляется на нехватку времени. Значит так. Указать тебе, да, еще раз... В эти ночи как выгнать? Выгнать курьера. Она хорошая. Да, и забыть. И взять любого дворника, и он будет поливать цветы. И хватит времени у него. А документы разносить по базе? Да, плевать на это. Любого идиота с улицы возьмем за 150 долларов или за сколько будет бегать. Да нет, ну мне просто приехать, кроша. Лучше возьмем каши. Ты его спалил. Не поливает скотина цветы. Я за них деньги платил. А мне говорила, что поливают. Да. Поливают, они просто сгорают на солнце. Нозги сгорают вместе с директором. За них платятся деньги всех, кто работает в банк. А курьер задрыбанный не находит времени, чтобы его, это самое. Троящего нормальный газон. Виноградовская дрова желтеет и сохнет. Чего она у вас страдает, трава? Я не понял, что она в нормальном состоянии сейчас. Желтеет и сохнет. Вот так подстригли нашу тусенку или кто, побредили корни ей. Да. Вот этой машинкой ели. О, новую выкорчивать, новую посадить. Так если выкорчивать, что там вообще останется? Нет, мне все равно. Никаких объяснений не принимаю. Берите, закатывайте рукава и траву сейте, если не можете написать служебку, чтобы они вам ее засели. Я при чем? Не, просто она уже надо. Не, ну просто она сохнет, желтеет, чахнет. Мне жалко траву и людей, которые вокруг ходят отделения и смотрят на это. Значит, идемте. Ничего не знаю. Немедленно траву лодут. Все сделать нормально. Так. Значит, еще есть директор Соломинского отделения Рябеньки. Есть? Есть. Да. Значит, что там пишет? Уважаемая Алина Степановна. Меня задрали уже Алину Степановну. Ну, уже не пишите на меня, как на Алину Степановну. Можете писать ПФБ или как-то меня называть там. Или вообще никак. Представителю Совета Правоксбанка госпожа Ивазовна. Все. Но я не Алина Степановна. Это все. И меня уже, честно говоря, начинает от этого трусить. Ну, бред. Убедительно прошу разобраться в физической ситуации, возникшей при осмотрении дела об открытии кредитной линии. На протяжении более месяца не решен вопрос. Две недели пролежало так. Ну, ясно. Лежит там везде все. Причина тому, то, что они хотят дать товар в обороте. Как вы будете его охранять? Вот расскажите всем. Что это за товар? И как мы будем его охранять? Товар – это продукты питания. Да. То есть… Что за продукты питания? Это кетчуп, аджика, закатка, различные, значит, сладкие товары. Да. Вот как вы собираетесь принять этот товар и как собираетесь его охранять? Ну, как безопасность смотрела. Ага. Полные идиоты. За ОБСПК тоже смотрели. То же самое. Как вы. Ну, дальше. Как вы. Нет ни за ОБСПК и никого. Понятно. Вы директор отделения. А там низкооплачиваемые клерки, которые ничего не соображают, безумные полностью. Они все возьмут охранять, они есть, зарабатывать деньги бегом. Они же тут же заключит договор с заемщиком, и он нам будет платить по 100 гривен за охрану. Да? Они будут зарабатывать и ставят нас на лимон. Потому что на самом деле там ничего не будет на складе. Не, ну так необходимо тогда решать им проблемы кадровые. Вам. Мне с вами надо срочно решать кадровые проблемы. Рассказывайте, как вы собираетесь сохранить банку товар в обороте. Как мы примем? В конце дня? Вначале, в конце. Принимайте товар. Вот я заемщик. Принимайте у меня товар. У меня кетчуп. Все это барахло лежит. Не, ну а как работники безопасности? Никак. Принимайте у меня товар. Вы выдаёте кредит, не я. Я выдаю. Давайте. Поехали. Необходимо сделать пересчет. То есть указано в учете. Вы собираетесь пересчитывать его все? Здесь товар этот, да? Ну как, если мы принимаем и пересчитываем. Вы пойдёте его пересчитывать или как? Ну а каким образом? Только таким образом можно. Ничего себе. И вы думаете, вы все пересчитаете и переучет сделаете? А переучет разве директора отделения должен сделать? Если мы на данном этапе не можем выдавать такие кредиты, зачем тогда мы их выдаём? Присаживайтесь. Я вам объясню. Можем мы такой кредит выдавать или нет? Кто хочет высказать? Где он хранится в каких дверях? Где он хранится? Какие двери? Какие подъезды? Ну да, он ничего не знает. Ну вы хотите выдать такой кредит? Вы давайте расскажите. Вы в жизни такой кредит не выдаете. Я вас-то знаю хорошо. Вы не выдадите такой кредит. Кто хочет выдать такой кредит? Поехали. Есть желающие? Можно ли? Ну, я просто анализировал ситуацию по договорам самого заявщика. Сколько он работает? Я столько проанализировал по накладным, сколько бы... Да, сколько работает по договорам, это не договоров, а сколько он работает. Ну, это... Давно работает. Да, я анализировал. В именклатуре этого товара. То есть, потом вычленил бы согласно актов приёма-передачи или там по накладным, но это можно по документам определить, постоянную номенклатуру товара, которая находится у него в обороте. Да. Исходя из этого, вычислил бы договора на поставку и на покупку... То есть, вы бы взяли его документы, да? Да. По документам проверили. По документам у него на 850 тысяч гривен товара, да? Да. Дальше что вы делаете? Значит, дальше вычисляю так называемые, в другом году есть такие понятия, как неликвид, то есть тот товар, который... Ну, вычислили, вышло 850 тысяч. То есть, дальше что делать? Нет, 850 тысяч не может выйти. Выйдет? Нет, ну вот... У него два раза больше. Ну, вот количество на складе может быть где-то порядка 50-60% это достаточно такого ликвидного товара. А всё остальное, оно в зависимости от... Нет, ну, мы же решили, что всё ликвидное. Ну да. Всё ликвидное? Да, всё ликвидное. Хорошо. Значит, после того, как составляется данное такое маркетинговое исследование для себя, прежде всего, и делается такой анализ структурный... Да, ну, маркетинговое, ясно, кетчуп, масло, дальше, ну, что делать? А, так вот... Подсолнечное... Суть вопроса, как мы должны его принять, да, я так понимаю? Подсолнечное... Да, как выдать кредит, чтобы мы были уверены? Мы же выдаём под реальные вещи. Ну, давайте, чтобы он обернулся. Потом масло сливочное, ну, дальше. Ну, если поставить, то самое, договор... Ну, только не будет, я вас ему помогаю, не надо. Ну, потому... Ну, я бы же с вами много раз общаюсь. Не надо. Кто... Вот же высказывается человек, сливочное... Ну, вы давайте. Что дальше? Ещё 10 наименований. Как нам взять их в залог? Документально все они на складе. Что дальше делать? Ну, я бы подошёл с точки зрения того, что... Конечно, пересчитать это практически нереально. Скажем так, эту полностью... Эту номенклатуру. Ну, хорошо. Мы нереально тогда уже в тупик зашли. Кто хочет сказать, как мы выдадим в виде кнопок? Можно попробовать, чтобы банк стал посредником реализации этой продукции. Да. То есть заставить вас торговать маслом, пенчевом. Нет, заставить торговать маслом. А заставить этого человека, который реализует эту продукцию, передавать им право все накладные на эту продукцию и приносить документы, которые он закручил с кем-то другого. Несёт документы. Он ко мне приходит. Да. А как принять у него товар-то этот, проклятый? С приёмом товара, в принципе, возникнет сложность, но можно считать, допустим, тот склад, на котором он хранится, опечатать его в какой-то степени и... Да что ж вы там опечатаете? Он вам скажет, что там было на миллиард товаров. Но кто хочет выдать кредит такой? Нужно запретить такие кредиты выдавать. Вот такой дефолок. Значит, есть вариант запретить выдать кредиты. Так вот я вам скажу, интересно... Просто овердрафт дал бы эти кредиты, посмотрел бы по оборотам. Да, овердрафт. Овердрафт не тянет. Овердрафт, если бы он был овердрафт, он бы дал овердрафт. Не тянет всё. Не, но они пользуются овердрафт. Ну пользуются, они же что хотят. Они ещё хотят. Кто хочет выдать такой кредит? Есть желающие? Мочи нет. Ну вот в чём проблема. Я выдам запросто. Вот. И всё решаете вы лично. И вы, и все остальные. И мы выдавали такие кредиты. Но только для этого нужны фантазии, да? И нужно, чтобы баски были. И логика, здравый смысл. Никакого здравого смысла я не услышал. И у вас тоже не услышал. Можно сколько угодно сверять документы, всё будет. Мы принимали под залог товаров обороты. На самом деле никаких товаров там не было, а были пустые ящики. В конце концов, он заложил этот товар в обороте в пяти банках. И смылся. Ну да всё. Значит, мы можем говорить. Самое главное, чтобы вы понимали. Нерешаемых вопросов нет. Вы всего лишь должны предложить центральному банку вариант его решения. И мы типизировать все случаи по товарам обороте, как выдавать кредит, не можем. Поэтому мы в основном под кредит в обороте выдаём только в том случае, когда мы сталкиваемся с великим человеком, у которого есть мозги. И который въезжает в ситуацию полностью. И может в служебной записке объяснить, под что же мы даём. Если под фуфло или под воображение. Не даём. Вот же у них и проблема. Авердрафт ищербали. А им ещё махки нужны. Вот они находят дурака, извините за выражение. Бери товар в обороте. Где этот товар? Как его охранять? Второй вопрос. Он же портится этот товар. Кто проверит вообще? Он давным-давно уже сгнил? Кто будет нести ответственность? Вы или я буду нести ответственность, когда этот кепчук уже банка лопает? Это будет служба охраны решать, да? Постоянно меняется этот товар. Так как же решить, чтобы он был всегда на 850 тысяч? Да в жизни не реши. Не реши. А я решу. У меня нет проблем с этим. Я выдавал. Если бы ко мне клиент пришёл, я бы решил. Сложно. Потому что это не типичный случай. Поэтому мы в основном под залоги, под товары в обороте не даём. Только не под прожектером. А под людей, у которых железная логика. И которые могут объяснить 100% что этот товар мы действительно будем иметь. Во-первых, под товар, который портится, выдавать ничего нельзя, потому что мы не можем проконтролировать его качество. И это первое. Во-вторых, когда товара много, и надо его всё время выносить. То есть мы решали, например, как? Мы давали под Мальборо ещё с тобой. Да? Мы давали. И какую сумму давали? Мы давали 2 миллиона, но мы посадили туда 5 миллионов. Да. Мы давали 2 миллиона долларов, да? Гривен. Гривен, да. Но тогда это были совсем другие деньги. Да. Это было чуть ли не миллион долларов. Гривен. Ну мы-то умные с ней. Мы взяли и посадили туда человека. Опечатали полностью склад милиционера. Это ещё не нашего там охранника задрыбанного, который вообще ни крена не соображает. Вон выйдите, посмотрите на них. Они безумные. Вы что, ему поручите, чтобы он на миллион долларов вам товар охранял? Вот вам и все ваши предложения. А я, мы решили проблему. Потому что клиент достойный. Это как у вас. Давно работает. Компания официальный дистрибьютор Мальборо. Ну что ему не дать? Тогда мы уперлись только в наши мозги, а мозги у нас нормальные. Посадили в мента, вот, плюс разработали систему нагладных, запретили, милиция несет ответственность за открытие склада, но мы знаем, что он не каждый день туда ходит, вот. Проблемы никакой нет. Нужно ему товар взять, он к Татьяне Георгиевне подошел, она ему подписала, он свою мальбу разобрал, но бабки уже у нас на эту сумму, потому что у него стало меньше. Вот, ну вы же до этого не надумаетесь, никогда в жизни. А вы предлагаете кетчуп. Какой кетчуп? Кто будет его контролировать? Глупости, по-моему, лишние. Но, в принципе, можно доехать и до кетчупа. Это тоже, как бы, ну, это вопрос гениальности того, кто этим занимается. Надо поехать на склад, вот в этом совершенно правильном прав был господин Сень. Все эти документы, которые, как говорили, кайпероша ломаного не стоят, они могут и без документов работать. А вот на склад правильно поехать. Посмотреть, как они хранятся. Не обязательно. Люди, если порядочные, мы верим, они вам показывают вот этот блок, этого, этот блок, этого, этот блок, этого. Тогда вы садитесь с этим человеком, если он заинтересован кредитом. И говорите ему простую вещь. Старик, тебе нужен кредит? Давай вместе думать, какие гарантии у нас, чтобы со складом было, ну, все нормально. И чтобы мы контролировали, сколько ты забираешь и сколько ты привозишь, и как там контролировать качество. И он расскажет все, и как он каждый день возит, и какие магазины, и что у него никогда ничего не залеживается, и представит какие-то документы. И тогда вы все это подробно описываете в служебке, и мы принимаем решение. Есть еще вариант. У меня вон замок Вулкан стоит, полно складов. Я говорю, загревай свой товар, но только он скоропортящийся, это не пойдет. И вези на мой склад. Или еще один вариант. Это же его склад, мы его в жизни там не проконтролируем. Забирай товар, находим третью фирму, заключаем с ней договор, которая не его. Она под залог своего склада гарантирует нам выдачу этого товара, и она специалист именно. Ну, например, вот есть, я фантазирую, но я слышал, что есть рыб на экологике. Ну, примерно, да? Приходит на фирма, которая хранит там на подлоге рыбу, да? Ты говоришь, возьмите в оборуд. Рыбу брать, когда она там спухнет, никто не может. Вот. А есть другой склад. Ну, мы говорим, ну, на твоем складе, как же, это все твое, там вся твоя охрана, нас не пустит, кто его знает, как оно будет. Тогда мы находим складком другой фирмы. Говорим, хочешь, это дополнительные затраты, перекладывай на другой склад. Ну, я говорю, как бы, такие вещи. А если это водка, сигареты, телевизоры, холодильники, у нас есть свой завод, там своя охрана, вот туда, пожалуйста. Это тогда товар в обороте. А так это фантазия. Мы не можем выдать кредит, поэтому вы уперлись в стену. А решать все должны директора отделения. Тогда у нас проблема, потому что у нас не специалисты. Да, и мы и не даем, поэтому. Но проблема, я вам рассказываю. Мы же теряем кредиты, потому что, Ира. Ничего мы не теряем. Слава Богу, кредиты даем. Мы будем... Конечно, я рассказывал... Ой, Ира, а ты что? Я рассказывал всем директорам новым и старым, повторю. Да, мы имеем целый ряд емких, очень, сфер бизнеса, которые мы не можем кредитовать только потому, что я занят, да? А остальные не въезжают. Не могут пройтись по всей цепочке. Ну, не потому что они такие. Я таких-то сюда не брал. Опыта нету, знаний нету, ничего не понимаете, нигде не проконсультировались. О, а если кого-то какая-то сфера заинтересует, вот господин Мазотов, да? Въехал. Нормально. Только родился, да? А уже он идет в направлении, нарвался на клиента крупного газового трейдера, да? Еще раз придете ко мне, не позвоните. Вы чего здесь шатались по-другому? Да тут ключи делали, Николай. Не знаю. Это тоже проблема шататься тут по этому залу. И по моей приемной, это для всех касается, да? Никогда, ни к кому, и друг к другу, не приходите. Это самый плохой вариант. Вот когда ко мне, меня особенно депутаты достают, но они, политики все визуалаберные. Они вообще не понимают, что такое время, вот, и что такое этикет, да? Он приперся и хочет, чтобы я с ним разговаривал. И мой охранник начинает там говорить, да он умер, заболел, его нет, он умер. А куда мне с ним говорить? Между собой даже нельзя приезжать, припираться, просто, не говоря уже обо мне, да? Все-таки я и заслуженный юрист, и депутат двух созывов, и президент этого сам. Чего ты ко мне в приемную идти? Вечером я сказал тебе, звони, то же самое говорили, и сейчас говорили, и всем говорили. Никто не имеет права никому идти, пока не договорился, по времени. И банки должны принимать по времени. Так вот он вторгся в тему, нормально. Вот он пытается на 3 миллиона долларов выдать, компания имеет оборот, там, 150 миллионов долларов, да? Время, да? Время, это чистое было. Я их знаю, давно работает, серьезная компания. Но, поскольку это овердрафт, а директора компании я знаю, он не серьезный человек, ну, я его знаю. Ну, как-то мне это страшновато, и большие бабки, там, 3 миллиона, отдавать не под что, вот. То, а он уже дал предложение дать под золоу газа. Гениально. А где газ? И это решаемая проблема. И мы давали под залог газа. Не, мы не дали. А ну, они нам подделали документ, да? Да. Причем, как подделали, интересно, сейчас расскажу. Но под залог газа решаемая тема. И я вам сегодня написал. Доедите до залога газа, ну, для этого придется. Найти человека в нефтегазе, проконсультироваться. Ну, это, ну, это не всегда человек. А вы с ними должны поговорить, какими документами они нам оформят залог газа. И это решаемая проблема. Как залог газа будет, сколько угодно бабок мы дадим. Но, мало того, что мы вашему клиенту дадим, мы прорвемся в новую сферу кредитования. То есть мы откроем, вот как, знаете, идешь-идешь, сундук с громадными бабками. Потому что, как только мы новую сферу, мы же сейчас лучше других, да? Но, тем не менее, мы там по верхам щиплем этих, то под квартиру, то под машину, то под всякую дрянь. Ну, там, где по мелочевке, где мозгов особых, ну, и не надо. Хотя это тоже гениально. И она специально ездила в Москву, украла документы у банка под залог квартиры. Вот, когда мы стали кредитовать. Это великая дело. А, не, ну, я говорю о том, что мы их анализировали, дали по рискам, все эти самые. Но есть очень много сфер, до которых мы даже не дошли. Ни один банк, нормально, сегодня не дает под товары в обороте. Но товары в обороте могут быть разные. То есть, если вы столкнулись с темой, где вы чувствуете, можно выдать. На склад завести, там, еще что-то. Все. Мы ее описываем, ставим памятник тому, кто это сделал. Ну, и даем рекламу. Кредитуем под товары в обороте. Мы уже даем это. Кого? Рекламу. Ну, это мы как бы шутим. Давно уже. Не, ну, мы даем. Все равно даем. Даем. Ну, и даем. Ну, только это разовые случаи не описанной конструкции. А если вы доедете до гарантии, по действительности, нефтегаз может дать нам гарантии. За них. Ну, за эту компанию, что газ есть. И он наш. И все. А нефтегаз всегда платят. Всегда платят. Да. Там сумасшедшая правда. Ну, я пойду туда-туда сам, говорю. Ну, то есть, вы как бы в начале большого пути. Но, если вы нам такой клондайк откроете, вам цены нет. Вы в историю банка войдете, в историю Украины, в банковской системы. Ну, это как бы крупный проект. Но на самом деле очень много всяких сфер небольших, которые мы как бы так. Мимо проходим, бабки лежат, а профитировать мочи не хватает. Ну, это как бы мочи. 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 Это такое русское слово. Мочи. Хотеть, значит, мочи. Мочи это и фразы. Так, теперь где директора этого печенского отделения? Он в отпуске. В отпуске, да. Вот что мне с ним делать? Сперва у него директора, этот самый, этот, кассир 1800 Deutschmann. Как-то. Ну, нискор. Ну, его обманули. Он там два дня или сколько сидел и никому ничего не говорил. Вот. Мы везде писали распоряжение. Всем проводить проверку. Я говорил, что у кого сопруд выгонят. Говорил или не говорил? Говорил. 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 И тебя выгонят. Если сопруд. Что сопруд? Бабки из сейха. С какого? Продолжение следует. Продолжение следует.